Дмитрий, рады видеть вас у нас в гостях. Спустя сколько лет вы к нам? Три года. Три года назад вы у нас учились? Да. На кого учились? PHP программированием, веб-разработком. То есть вы выпускник дипломной программы? Да, совершенно верно. Полного объема курсов, в котором были включены все аспекты веб-программирования. А кто у вас был преподавателем, если помните? Тарасов Алексей. Алексей, да. И как он вам? Превосходный преподаватель, очень доходчиво объяснял, подробно, все было понятно. Мне показалось, очень четко были объяснены все мельчайшие аспекты. То, что с первого раза, возможно, было не совсем понятно, в итоге, впоследствии как-то раскрывалось. Закончили у нас дипломную программу. Поступая сюда, какую цель преследовали? Конечно же, устроиться на работу и в веб-студию. Вы устроились не в России, а за границей. А вы туда изначально планировали? Или это так получилось? Да, совершенно верно. Но получилось это на самом деле спонтанно. Изначально я пытался устроиться здесь. Возникла возможность ехать туда. Я решил попробовать. Ну, там получилось. Сколько времени вы искали работу? Три месяца примерно. Я подавал заявки в различные компании, в различные веб-студии. Естественно, после того, как уже выучил язык. После того, как вы уже окончили наши курсы. Как вы думаете, помогли они вам или нет? Если да, то как? Естественным образом помогли. Потому что та база, которая у меня была, это были эти курсы. Без них, естественно, шансов просто не было бы устроиться. Дмитрий, оценил ли работодатель в Австрии наш международный сертификат? Да, безусловно. При поиске работы я включил сертификат в резюме. Работодатель это оценил. И, естественно, важны были те знания, полученные в специалисте, в первую очередь. Именно они помогли мне стать PHP-программистом, тем, кем я являюсь на данный момент. Классно. Ну, то есть, вот они знания, вот он карьерный рост, прям видим, да, то, что вы уехали в Австрию. Вы довольны вообще работой за границей? Да, очень. Если не секрет, примерно сколько получается? Вы знаете, в Австрии есть такой закон, гегаймхальтунг. Ого. К сожалению, я не могу сказать. Это тайна. Но достаточно. В принципе, не называя цифры, можно смело утверждать, что этот труд достойно оплачивается за границей. Совершенно верно. На самом деле так. Но главная проблема, вот я сегодня слышала, вы озвучивали, что все равно не каждый русский, там, ну, неважно, какой национальности будет этот специалист, приезжая в другую страну, в первую очередь, он сталкивается с трудностями. Первая трудность – это язык. В первую очередь, безусловно, без языка. Да, язык – это первое то, что нужно сделать, то есть выучить язык в совершенстве. Как вы учили этот язык за границей? Честно говоря, немецкий. До того, как уехать, я учил только примерно год с репетитором. И далее уже продолжил учить там. Поначалу, конечно, это было нелегко, но в процессе уже в окружении этого, этой языковой среды, было легче изучить его, безусловно. А есть куда расти и развиваться на сегодняшний момент? Моя цель, на самом деле, уйти немножечко в сторону. То есть это промышленное, программирование контроллеров, то есть более серьезные вещи, на самом деле. Я надеюсь, что у меня получится. А что вы для этого делаете, чтобы это получилось? Получаете второе высшее образование? Получаете второе высшее образование параллельно? Выше, да. Но я слышала сегодня на семинаре, где вы выступали, то, что там скорее больше профильное, больше практики. И тем более эти практические задания меняются очень быстро. Отсюда я делаю вывод, что, например, наш учебный центр, в принципе, идет в ногу со временем, потому что мы запускаем курсы, а потом сразу их обновляем, обновляем. То есть это скорее не институт, скорее это подготовка специалистов. Получается, что у вас сегодня так же? Расскажите об этом опыте немножко. Да, совершенно верно. Учебная программа меняется очень быстро. То есть не успеваешь даже закончить обучение, оно может поменяться несколько раз в процессе обучения уже. Ну и да, это современно. А сегодня появляется все больше и больше каких-то конструкторов бесплатных. Ну там или за совсем минимальные деньги для разработки сайтов и так далее. Многие появляются на просторах интернета большое количество онлайн бесплатных видеоматериалов, которые позволяют понять этот конструктор, сделать свой сайт и выложить там товары и начинать продавать. Вот как вы, профессиональный человек в этой области, оцениваете непосредственно вот такие ноу-хау на сегодняшний день? Да, безусловно, такие конструкторы существуют, но я бы не относился к ним как-то серьезно, потому что в первую очередь узконаправленная разработка подразумевает какие-то вещи, которые конструктор просто на данный момент не может выполнить еще. Поэтому простые вещи тривиальные, конечно, да, но не более того. А вот многие говорят, что им не нужно столь глубоко, им нужно столь профессионально, мы вот сейчас научимся делать это, этого достаточно для моего портфолио, для моего проекта. Как вы считаете, этого достаточно? Такие вещи ни в коем случае нельзя включать в портфолио, это будет отпугивать работодателя, совершенно точно. Да, можно, конечно, сделать проекты на конструкторах, но если понадобится в дальнейшем что-то изменить, что-то внедрить конкретное, то уже, безусловно, понадобится помощь специалистам. А отсюда и знание. Будущее или за программистами? Скажу так, что оно уже настоящее, уже за программистами и будущее, конечно. А что бы вы пожелали нашим слушателям, которые собираются стать программистами, разработчиками, ну, работать в этой области? Постоянно учиться, постоянно учиться, 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 еще раз учиться. Уже ли недостаточно тех знаний, которые получают во время работы? Достаточно, но также постоянное саморазвитие – это ключ к успеху. Спасибо, Дмитрий. Желаю вам успеха. Большое спасибо.